Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У нас сегодня куриные отбивные. Вот такая вот тарелочка у нас приготовила мамочка. Надеюсь, что очень вкусно. И брокколи. Брокколи мы сначала отправили в морозилку, и после этого они стали не особо хрустящие. Очень жаль. И здесь у нас наш араб. И сегодня я буду говорить на очень интересную тему. Под видео я обнаружила 2-3 комментария. То есть комментариев немного. Возможно, вы даже это не заметили. Но мне хочется высказаться. Я могла бы просто этих людей заблокировать и забить на эту тему. В общем, хочу сказать такую вещь вам, дорогие мои. Если в моей жизни произошла какая-то ситуация, это не страхует всех людей вокруг, всех моих подруг, что у них в жизни такого не может быть. Я рассказала вам историю. И там одна девочка пишет. Похожая история была с тобой. А если забыла, решила рассказать свою историю. То есть они нашли общее между историей, которую я рассказывала пару месяцев назад и этой истории. Если вас бросил парень, например, и вашу подругу тоже бросил. Это не значит, что это один и тот же парень. Просто обидно от того, что есть люди, которые всегда ищут в чем-то подвох. Стараются как-то засрать себя. Я бы могла просто взять, заблокировать этих двух девочек и все забить на это. Такая же подобная ситуация была и со мной. И я рассказывала вам про это. Почему я в видео не упомянула, что подобная история была и со мной? Просто потому, что в последнее время моему парню совершенно не нравится, что я рассказываю про бывших, про ситуации и так далее. Его это раздражает, поэтому я не стала об этом говорить. Но суть-то не в этом заключается. Суть заключается в том, что очень жаль, что есть люди, которые в любой удобный случай пытаются как-то тебя засрать. Написать что-то плохое, как-то унизить тебя в глазах твоих подписчиков. Некоторые потом заступаются там за меня. И мне от этого неприятно, что почему такие люди есть. В общем, была ситуация, когда я делала уборку у себя в комнате и решила кучу вещей просто выблюзить. Потом мне в комментариях начали писать, что почему ты все это выбрасываешь лучше, отдай в какой-то детский дом. Я подумала, действительно, правильно люди пишут. И в следующем видео, в следующей уборке я сказала, что все эти вещи я обязательно отдам в какой-то детский дом. Я вам говорила, что я позвонила в детский дом. Мне сказали, что особой надобности в этих вещах нет. Не совсем напрямую позвонила. У меня есть знакомая, которая работает в подобной сфере. И вот. В следующем видео я говорю, что... Ребята, вы все мне говорили, отдай в детский дом. Вот не получилось, потому что детские дома, они не нуждаются, к счастью. И все написали, окей, да. Проходит где-то, наверное, месяц. Я говорю про то, что те вещи... Там джинсы у меня были, там видео с уборкой. Я все это выбросила. И мне начинают писать. Айка завралась. То есть люди, которые посмотрели, например, видео той уборки и пропустили вот эти ролики. Это же все как сериал. Пишут. Айка завралась. Захотела показаться благородной. Что типа это все в детский дом. А сейчас нечаянно обговорилась. Оговорилась и сказала, что... Все это выбросила. Ребята, если вы не смотрите каждое видео. Если вы пропускаете какие-то пробелы. В этом же не моя вина. Та же самая ситуация с возрастом. Я просто не отвечаю на комментарии по поводу моего возраста. И не собираюсь больше отвечать. Как-то один раз рассказываю вам историю. Мама решила поучаствовать в моем мукбанке. И там был вопрос касательно того, что... Вот сколько лет она меня родила. И она, получается, ошиблась и сказала неправильно. И тут мне все сразу начали писать. Айка тебе в 28 лет. Тыры-пыры. Я в одном из видео сказала... Ребят, мама ошиблась. Мама очень волновалась. Она оговорилась. Любой человек может оговориться. Один раз сказала, все поняли. Проходит месяц. То видео дальше люди просматривают. Приходят и начинают мне предъявлять. Айка тебе 29 лет. Я такая сижу. И еще в одном видео рассказала про эту ситуацию. Что мама ошиблась. Я же не могу пойти сейчас удалить это видео. И таких ситуаций куча, ребят. Люди, не смотря все мои видео, специально пытаются сделать какой-то негативный взгляд на меня. И это неприятно. Учитывая, что в последнее время очень мало негатива на моем канале. И слава богу. Вот некоторые девчонки говорят о том, что... Рассказывай про проблемы в отношениях и так далее. Я бы с радостью, например, рассказала. Но просто есть люди, которые прям ищут, к чему придраться. Вот что бы ты ни сказала. Они вот ищут способ как бы что-то неприятное тебе написать. Как-то тебя обосрать. А это все приводит к тому, что у тебя падает мотивация. Ты уже не хочешь снимать. Очень вкусные, сочные, отбивные. Ладно. Об этом, обо всем поговорили. Сейчас будем отвечать на вопросы. Я стараюсь отвечать на вопросы, где больше всего лайков. Зарина Уртаева задает вопрос. Привет, Айка. Вопрос. Были ли у тебя в жизни какие-то ситуации, связанные с паранормальными явлениями? Самое яркое событие с паранормальными явлениями, когда я начала реально в это верить, это связано с нашим бывшим домом. Дом, который мы продали. У меня была своя комната. И мне было очень некомфортно там спать. Хотя я не была ребенка. Даже летом я чувствовала, что мне холодно. Мне фигово именно в этой комнате. Не помню, что именно. Но я прям не могла там спать. И не только я одна. Какая-то аура в этой комнате была неблагоприятная. Но когда мы покупали этот дом, нам никто не говорил о том, что в этом доме было совершено убийство. Насколько нам объяснили соседям, в этом доме, как раз таки в этой комнате, жена убила своего мужа топором. Говорят, что муж как-то сильно над ней издевался. Там были вообще очень неприятные ситуации. То, что нам рассказывали, это был вообще ужас какой-то. И как раз таки именно в этой комнате произошло убийство. И одно дело, я знаю про то, что там произошло убийство. Поэтому мне некомфортно находиться в этой комнате. Но другое дело, я совершенно не знала про это. Я чувствовала какую-то энергетику. Очень неприятную энергетику. Мне кажется, это вполне можно назвать паранормальным явлением. Другие какие-то моменты. Я сейчас так сразу не вспомню, если честно. Но я хочу отметить, что в экстрасенсов я точно не верю. Я думаю, что большинство из них, это, конечно же, шарлатаны. Хотя, вы помните, где-то, наверное, перед Новым годом, Ольга Бузова была на передаче «Битва экстрасенсов». И там один из экстрасенсов сказал, что опять слезы будут, тыры-пыры, что они с давой расстанутся. Что она потеряет работу. Но по большому счету, она нашу работу не потеряла. В общем и целом, после этой передачи, как-то я задумалась обо всем об этом. Возможно, раньше-то я думала, что «Битва экстрасенсов» им сливают информацию. На самом деле, это было так, я так и думаю. Но откуда организаторы «Битвы экстрасенсов» знали о том, что Дава и Бузова расстанутся? Они же просто не могли об этом знать. И буквально там немного времени прошло, они расстались. Поэтому не знаю, не знаю. А так, последняя вот эта, типа, гадалка из тиктока, которой я записалась, и мы по WhatsApp с ней проводили гадания. Естественно, я в это не верила. И понятное дело, что она тоже никакими способностями не обладает. Просто смешно. Ничего более, просто смешно. Как вкусно. Ничего, что я прям руками кушаю. Следующий вопрос задает Герда Кот. У нее 97 лайков на комментарии. Были ли когда-нибудь мысли расстаться с парнем и сколько уже встречаетесь? Да, были мысли. Частенько посещают меня подобные мысли. Очень часто я читаю комментарии. И некоторые комментарии меня прям заставляют задуматься. Мы встречаемся полтора года почти. Да, полтора года мы встречаемся. У нас не было ни разу, чтобы мы, например, неделю не разговаривали, или три дня, или день. Вот у нас никогда такого не было, потому что он не любит подобные вещи. Он всегда первый звонит. Я считаю, что это очень по-мужски. То есть он не заставляет там ждать. Ой, вот она что-то должна понять. Пусть сама приползет. Вот эти штучки, это вообще не про моего парня. Он сразу звонит. Сразу пишет. А если я не беру с рубки, он приезжает. Но это было давно. Сейчас я уже так не делаю. Как только мы с ним поругались, все. Если я не беру трубки, он приезжает. Мысли расстаться были, конечно. Почему они были? Я немного побаиваюсь того, что когда мы с ним поженимся, он будет все мне запрещать. Он немного такой человек. Его вечно все не устраивает. Вечно есть моменты, которые его раздражают, его подбешивают и так далее. И в моих видео в частности. Я, например, что-то рассказываю. Он говорит, зачем ты все рассказываешь? Говори на какие-то темы, отвлеченные не о себе и так далее. Поэтому порой мне кажется, что он разграничивает мое пространство. Так скажем, не знаю, немного душит меня своей любовью. Ему нужно очень много внимания, например. Ну а так, в общем и целом, у всех бывают ссоры, у всех бывают недопонимания. Я, например, рассказала бы вам про свои ссоры, что у нас происходит, какие у нас недопонимания. Но, не знаю, с одной стороны, мне кажется, вы не поймете этого. Вы начнете писать, что вот, зачем все это выкладывать и так далее. Про все это говорить. А с другой стороны, он. У него, знаете, вещи на этом. А что скажет мой папа? А что скажут мои родственники? Ну, в общем и целом, когда я смотрю минусы и плюсы этого человека, я понимаю, что плюсов дофига просто. Он любит детей, он хочет семью. Он не пьет, не курит. Он очень умный. Способный, симпатичный. Не знаю, куча плюсов. А, например, расстанусь я с ним. Ну, к примеру, где гарантия, что следующий мой парень, например, он будет чем-то лучше. Да и потом, знаете, я всегда думаю, будет такой клеймо. Там все будут писать в комментариях, что ой, с одним встречалась, про него рассказывал тоже, что он такой хороший. Не знаю. Будут говорить, вот, каждый день там с разными встречаются. Там у нее каждый день новый парень. Один блогер есть, девочка. И вот у нее был один парень, она с ним рассталась, начала встречаться с другим. Потом я с ним тоже рассталась и опять начала встречаться с другим. И всех их она показывала в своем ютюбе. Я читала комментарии. Там все пишут, опять новый парень. Сколько можно. А этот надолго, на неделю. Все равно общественное мнение очень сильно влияет на меня. Вот любое, что вы напишите, вы можете искренне меня задеть за живое, вот, реально. И это не зависит от меня. Я это никак не могу контролировать. Я просто, наверное, такой человек. На этом все, мои хорошие. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Все остальные вопросы, которые там остались, я обязательно буду отвечать в ближайшее время. Так что обязательно пишите свои видео... Свои видео, свои вопросы под видео KFC. Всех люблю, целую. Пока.